Тфит Сран 75. 75 лет здесь на благо науки работают главные составляющие успеха центра – его научные сотрудники. Главное звено Института физики – Николай Полихрониди. Николай отдал науке 60 лет жизни, пришел в центр еще совсем молодым и неопытным, но уж очень увлеченным исследовательским делом. Сейчас он занимается изучением теплофизических свойств жидкости и газов, приходит в свою маленькую лабораторию и в выходные, и в праздничные дни. Моя жена непрерывно говорит, что все не ходят на работу в таком возрасте, а ты ходишь. Она очень хочет, чтобы я сидела дома. А вы не хотите? Я не могу просто сидеть дома. Во-первых, мне интересно здесь. Во-вторых, то, что мы делаем, нужно же и сделать, наконец. Люди же ждут, что мы эти исследования закончим. Есть в центре и молодые специалисты. Джалаудин Анатов и Руслан Османов – одни из них. Оба посвятили более пяти лет жизни работе в горном ботаническом саду центра. Я в центр пришел в 2003 году аспирантом. На тот момент я изучал зерновые злаки, третикали, пшеница, рожь. И первые 7-8 лет я занимался злаками. После того, как я защитился по ним, кандидатскую, я перешел на изучение абрикоса. На счету у ребят множество совместных работ. К примеру, они написали книгу о дагестанских абрикосах, в которой рассказали об удивительных фактах генетического происхождения фрукта. Но работа напарников не ограничивается рамками центра. Молодые люди часто ездят в ботанические сады по всей стране за различными образцами. Далее они проводят сравнение и определяют происхождение растения. В данный момент на их счету более 200 исследованных образцов сортов и форм только одного вида абрикоса. Садоводы-любители, например, все сталкиваются с тем, что на плодах бывают вот эти черные точки. И, наверное, лучше продать более красивый плод. Можем предложить сорта, которые можно потом будет вовлекать в селекцию и размножать для производства. Еще один молодой ученый исследовательского центра – физик Тимирлан Арсланов. Он занимается тем, что каждый день пополняет экспериментальную базу центра новыми опытами. Сейчас работает с материалами спинтроники и проводит опыты с очень высоким давлением. Недавно Тимирлан вернулся из Швеции, где полгода работал в одном из старейших скандинавских институтов в качестве исследователя-визитора. Я знал, ориентировался, на что я еду. Я говорю, что я не первый год знаком с их братом. Я, в принципе, ориентировался, знал, какой будет уровень. Действительно, уровень колоссальный. Огромное число исследователей приезжает, буквально непрерывно, там жизнь кипит. Приезжают одни, провели какой-то цикл своих, получили результаты, улетели, приехали другие. Буквально в том кабинете, где я сидел, работал, поменял их человек в 10. Это за время моего пребывания там. Успехи молодых, как и усердие взрослых сотрудников, не остаются незамеченными. В Рио председатель от ФИЦРАН Акай Муртазаев рад любым позитивным изменениям в центре. Но в последнее время, отмечает он, их не слишком много. Молодежь с трудом идет в науку. Нет стимула. Советская система образования прокладывала путь к науке, а нынешняя лишь усложняет процесс. Аспирантская стипендию, она совершенно не устраивает молодых людей. Это 6 тысяч рублей примерно. На это же прожить невозможно. В эти годы молодые люди обустраиваются, женятся, заводятся с семьями. Возникает куча текущих проблем. И аспирантура в таком виде совершенно не способствует ни привлечению молодежи в науку, ни закреплению молодежи. Это большая проблема. Еще одна большая проблема дагестанской науки – это отсутствие адекватного финансирования. Научные работники, чтобы помочь своему делу, пытаются принять участие в грантовых конкурсах. Но и там требуется софинансирование. Инвесторов, желающих вложиться в науку, опять-таки немного. Надеюсь, что у нас новый руководитель республики, он заинтересован в выполнении национальных проектов. А национальные проекты могут быть выполнены только, если организации и научные, и вузовские будут активно участвовать в разного рода конкурсах. А для того, чтобы мы могли участвовать в этих конкурсах, нужна хорошо организованная помощь со стороны правительства, главы республики. Жизнь дагестанской науки переменчива. Она, как и любая другая отрасль, переживает как нелегкие периоды, так и позитивные. Но пока в центре все еще работают люди, горящие своим делом, питающие любовь к науке и с интересом проводящие опыты, научное дело будет жить.